Ну и новостей, конечно, привалило. Наши бойцы просто молодцы. Пидотряд, пидотряд и только пидотряд. Привет! Ну что, соскучился? Я, если честно, тоже. И пока за окном холодает, у нас в студии по-настоящему жаришка, все в коврах, как вы любите. Давайте же смотреть, что у нас было в политехе. На прошлых выходных прошла школа студенческой весны, потому что весна, конечно же, уже скорая. Было очень много классных экспертов и спикеров. Наши ребята с нашего университета, как обычно, у меня очень много слова «наше», но они ездили туда и учились там всему новому, чтобы на весне удивлять и разрывать. Вау, следующая новость. Как я уже говорила, в прошлом выпуске 14 декабря будет балл сам ГТУ, который будет проходить в спорткомплексе в 15.00. Тема бала – театр, и каждый из вас может прийти. И вот эту всю атмосферу прочувствовать каждой ниточкой себя. Мы тебя будем ждать, потому что мы там тоже снимаем. На этой неделе будет пятница 13-й. И как вы думаете, что же может произойти в пятницу 13-го? Конечно же, выборы председателя студенческого совета. В 500-й аудитории. Каждый из вас может прийти и проголосовать. 28-го ноября проходил областной галоконцерт студенческого дебюта, на который мы, конечно же, ходили. Помните, мы вам про него рассказывали? Так вот, там выступали ребята с нашего университета, а именно STEM-обоймах ETF со своим STEM-ом «Курьер моей любви» и также танцевальный коллектив нефтяников со своим эстрадным танцем «Сон наяву». Они не просто выступили, но еще и заняли призовые места. Совсем недавно проходил конкурс лучших старост тут городков Приволжского федерального округа. Ну и, конечно же, наш Айдар выиграл там гран-при, потому что мы молодцы и наши старосты самые лучшие. В эту пятницу проходило закрытие трудового семестра штаба студенческих отрядов Политеха. И что вы думаете, мы там, конечно же, были и все первыми узнали, и вам сейчас расскажем. Выиграл штаб студенческих отрядов, может быть, не штаб, просто студенческий отряд «Корсак», строительный отряд, ну, молодцы, ребята стараются, что-то делают. У нас будет выпуск с этого мероприятия, и если вы случайно его пропустили, то обязательно смотрите. Смотрите. Смотрите? Конечно, смотрите, я же вас вижу. Субботу у нас или в студии был мастер-класс и воркшоп по фотографии у нашей прекрасной Вики. Вот такие вот работы у нее получились. А может, и не получились, не покажем вам. Переходите по ссылке, а там уже смотрите. Вот так вот. Очень было классно, интересно и весело, и приходили ребята не только с нашего университета, но и с других университетов, учились новому, пробовали тут же это на деле. Наши бойцы молодцы! Второй год подряд выигрывают конкурс профессионального мастерства. Наш объединенный штаб студенческих отрядов «Атлант» выиграл. Что вы думаете? Лучший пидотряд Самарской области! Олимп! Молодцы! Бойцы молодцы! Ну, а? Э, пушка-бомба, киноделы. 28 ноября у нас в универе прошел КВН. Финал 10 сезона. Третье место. Команда КВН «Юность» и команда КВН «Сборная педагогического университета». Второе место. Правкомсам ГТУ. И первое место. Победители. Их целых три команды. Особый случай. СГК, СТД и Теплики. Ребята зажгли как никогда. Студенты из нашего университета ну просто молодцы. Постоянно все выигрывают. И не стал исключением конкурс «Универсальный дизайн», в котором принимают участие молодые архитекторы и дизайнеры. Пять человек с нашего университета со своими проектами стали призерами этого конкурса. Последняя новость. 17 декабря пройдет мастер-класс для корреспондентов. Как вы думаете, от кого? От меня, конечно, от кого. Потому что мы в телестудию набираем новых корреспондентов. И если ты всегда мечтал говорить на камеру, вести какую-то свою рубрику, сниматься в бэкстейджах и очень открыто... Такой вот человек, то приходи к нам, мы тебя ждем. Пиши, записывайся. Вся информация уже скоро будет у нас в группе. Все наши новости подошли к концу. Не забывайте закрывать физру. И, Сергей Алексеевич, поставьте, пожалуйста, зачет. Я, правда, буду ходить в следующем семестре. Пока-пока. Увидимся с вами еще.